В Югре второй день подряд регистрируют 196 случаев коронавируса. Инфекцию подхватили жители 21 муниципалитета. Больше всего заболевших в Ханты-Мансийске, Сургуте, Урае. На момент выявления у 30 человек ковид протекал бессимптомно. У 141 пациента наблюдались признаки УРВИ. У остальных заразившихся пневмония. При этом коэффициент распространения инфекции на одну сотую ниже единицы. За сутки от коронавируса излечились 158 человек, а за весь период 22 601 югорчанин. Предприятие Югры учится рационально использовать ресурсы. Одним из первых участников нацпроекта производительность труда и поддержка занятости стала компанией изняганиталспецстрой. Руководство в ближайшие три года планирует на треть нарастить производительность труда исключительно за счет внутренних ресурсов и без дополнительных инвестиций. Еще среди поставленных задач увеличить выработку и сократить время протекания процессов. За три месяца работы эксперты Федерального центра компетенций помогли исключить потери времени, выявили лишние перемещения по объектам и сократили неэффективные операции. При этом рабочие участки и мозговой центр разделяет тысячи километров. Полученный на пилотном участке опыт предприятие планирует тиражировать на все производство. К нацпроекту уже подключились 14 компаний округа, всего по стране их будет не менее 10 тысяч. В нашем предприятии в рамках национального проекта был создан проектный офис, который будет заниматься изменениями внутри предприятия. Мы планируем проводить обучение нашего персонала. Кроме того, мы планируем улучшать работу наших участков, брать лучшие практики, каскадировать их на другие участки. Дорожники Югры открывают магистрали с опережением сроков. Об этом говорили во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте губернатора Югры. Его провели в преддверии профессионального праздника работников дорожного хозяйства. Эксперты вместе с чиновниками и представителями общественности подвели предварительные итоги строительных и ремонтных работ на дорогах округа. Так, одним из позитивных примеров стал участок автомобильной дороги Куминский-Тынкульк в Кандинском районе. Протяженностью 42 километра. Он входит в состав автотрассы из Тюмени в Надым через Урай, Советский и Белоярский. Строительство началось почти три года назад. Здесь работали около 200 человек, больше 30 единиц техники, а также 70 автосамосвалов. В итоге проект удалось реализовать раньше намеченного срока. Для нашего региона этот вопрос еще усугубляется, усиливается. За счет того, что регион располагает большой территорией, населенные пункты расположены друг от друга на большом расстоянии. И крайне важно иметь развитую транспортную систему с тем, чтобы обеспечивать запросы людей. Надежда для особенных. В Советском открылся Центр для творчества и общения людей с ограниченными возможностями здоровья. Клуб открылся по инициативе директора Центра соцобслуживания. Дело в том, что молодым инвалидам, достигшим 18-летнего возраста, зачастую некуда пойти и обратиться за помощью. Центр Надежда могут посещать как дети, так и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь можно и проявить творческие способности, и получить необходимые бытовые навыки. Идея пришла давно, но период пандемии немножко, наверное, меня подтолкнул к реализации быстрее этого проекта, и я немножко начала ускоряться. Два раза в неделю в этом плане у нас приготовление пищи кулинарной, наши возможности ребята показывают. Один раз в неделю изотерапия проходит, также один раз в неделю лепка. Югорчанам расскажут, как быть успешными и ответственными родителями. Для этого в регионе создадут специальный сертификат. Запустить его планируют уже в следующем году. Воспользоваться им смогут как опытные родители, так и молодые семьи. Об этом говорили на очередном заседании окружной общественной палаты. Темой онлайн-встречи стала профилактика разводов. Так, с начала года в Югре зарегистрировали свыше 7 тысяч новых семей и 5 тысяч разводов. Активнее всех отношений регистрируют жители Нижневартовска. По коэффициенту брачности округ занимает первое место в Урфу и четвертое в стране. Кроме того, за последние 10 лет в округе стало больше многодетных семей. Так, например, число детского населения в автономном округе за последние 10 лет увеличилось на 20 почти 6%. Если у нас в 2009 году численность детского населения составляла 359 448 детей, то сегодня это 426 532 ребенка. На 87 тысяч детей увеличилось детское население. Это целый город Ханты-Лансиск практически. Численность многодетных семей за десятилетия последних увеличилась почти в три раза. То есть 16 629 семей. И сегодня, по данным нашей базы, 33 671 многодетная семья. Также на заседании обсудили поддержку многодетных. С начала этого года югорский семейный капитал вырос до 150 тысяч рублей. Кроме того, теперь жители округа могут получить из этой суммы единовременную выплату до 35 тысяч рублей. Такой возможностью уже воспользовались больше 9 тысяч семей. К слову, на днях публикация о других выплатах вызвала югорчан массовое обсуждение в социальных сетях. Диалог между членом окружной общественной палаты Эдуардом Логиновым и членом региональной общественной организации Родительский комитет Югры Надеждой Пачгановой привлек внимание аудитории. Произошло недавно, но стало уже предметом широкого внимания средств массовой информации, общественности. Возникло определенное, так сказать, внимание к этому контакту, к этому диалогу со стороны средств массовой информации. По мнению общественной палаты, я хочу закончить историю вопроса. Это вышло за рамки простого ответа личными мнениями, потому что оба этих лидеров, оба этих человека являются лидерами общественного мира. Мне кажется, что на данный момент уже ситуация такая очень отзеркаленная уже всеми, и каждый сделал необходимые выводы. Она еще раз подчеркнула какие-то акценты, которые сегодня необходимо сделать в отношении себя прежде всего. Всегда ведь с себя начинаем трудиться. Она еще раз подчеркнула какие-то серьезные темы, которые требуют бережного, наверное, отношения. Общественники подытожили, что лидеры общественного мнения должны быть примером для югорчан. И внимательно следить за своими высказываниями и диалогами, проходящими в публичной плоскости. В свою очередь, Надежда Пачганова поблагодарила участников встречи за конструктивный диалог. Югра участвует во всемирной акции проверки грамотности. Сегодня проходит тотальный диктант. Любой желающий может проверить знания правописания. Диктант проводится очно и в онлайн-формате на сайте проекта. Участники могли заранее взять бланк в специальных пунктах выдачи и затем вернуть обратно уже с написанным текстом. Также организаторы запустили в соцсетях хэштег «Пишем дома» для тех, кто предпочтет проверить свою грамотность, не выходя из дома. Югорчане подали больше полутысячи заявок на грант-губернатора для физических лиц. Накануне завершился прием заявок. Напомню, это первый подобный конкурс в округе. Раньше на финансовую поддержку могли рассчитывать только НКО. Теперь ее может получить любой югорчанин от 14 лет. Конкурс проходит в несколько этапов. Жители округа проголосуют за понравившиеся проекты, а после эксперты распределяют между участниками виртуальный капитал. Общий грантовый фонд – 20 миллионов рублей. На свой проект можно получить до 250 тысяч. Грант физических лиц – это нечто новое. И потому сразу возникло желание попробовать в нем поучаствовать. Ну, не только попробовать, а попытаться выиграть в нем. Грант – это нечто выполнение социального заказа. Там никаких ни зарплат, ничего не указано. Я на средства гранта хочу купить именно расходный материал. Подробно в тонкостях грантовой поддержки разбирался Василий Сысой в сюжет о проектах, которые заявились на грант-губернатора. Вы сможете увидеть сегодня в итоговой программе «Больше, чем новости» в 18.15. Продолжение следует...